Первый вопрос. Вы выступлением команды, я так полагаю, вы довольны? Да, безусловно. У нас команда выступает на гораздо более высоком уровне, чем в прошлой сезоне. Команда интересная, коллектив создали такой дружный. Поэтому, конечно, и болельщики довольны, и руководители, и сами ребята, особенно ребята, довольны тем, как они выступают. А наверняка уже думаете о будущем. Расскажите парочку слов. Артемистичный ли бюджет? Какие будут изменения перед следующим сезоном? Бюджет у нас остается на уровне прошлого года, без увеличений. Мы считаем его достаточным для того, чтобы выступать на том уровне, на котором мы сейчас находимся. Конечно, если команда будет показывать стабильно хорошие результаты, естественно, будет вести разговор об увеличении бюджета. Не так давно закончился ремонт на стадионе. Теперь вы получили право проведения Кубка России. Это большая ответственность для вас? Конечно. Мы с большим волнением относимся к тому, что нам получили провести финал Кубка. У нас создан уже комитет традиционный, который возглавляет представительство Маркела Константиновича. Конечно, для нас это очень волнительно. Мы очень хотим сделать все от нас зависящее, чтобы все были довольны. И футболисты, и зрители, и пресса, и все, кто причастен к футболу. Как у вас с молодежным футболом? Вот именно ближайший резерв какой есть? У нас, во-первых, и команда одна из самых молодых в Риге. Сама команда. Кроме того, у нас работает футбольная школа. Причем, вот такая работа этой школы, может быть, один такой любопытный факт. У нас начинают воровать футболистов, молодых команды, значит, ну, такие, как Краснодар. Мы, конечно, не говорим о том, что, значит, не с Нескандарем, но считаем, что это, с другой стороны, и показатель того, что школа работает хорошо. Наша. Занимаем на пленой призыве места. 300 детей занимаются в школе. Вот, ну, в общем-то, конечно, да, еще вот самый главный момент, я вам скажу, значит, в прошлом году представитель правления ООО «Газпром» Алексей Бриджмиллер принял решение о выделении нам 500 миллионов рублей на столицу Академии футбола. Деньги эти поступят в этом году, мы уже объявляем конкурс на столицу этой Академии. У нас есть для этого площадка со всеми необходимыми коммуникациями. Надеемся, в течение года мы построим Академию футбола. И тогда количество детей будет увеличено, и условия будут гораздо лучше. Не так давно, буквально несколько лет назад, город уже принимал международный матч между сборными ФНЛ и итальянцами. Второй бы раз приняли такое? С удовольствием, с удовольствием. Если захотите проводить финал каждый год у нас традиционно, мы не будем возражать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!